День семьи, любви и верности. В Ульяновской области наградили лучших супругов. Зарядка и питание по графику. Как в Кузоватовском районе берегут здоровье работников. Битвы, средневековая колбаса и рубленные сабли и яблоки. Что поджидало ульяновцев на Волжском пути. Партия и правительство добавили воды. Решить проблему Шиловки с водоснабжением взялась региональная фракция ЛДПР. Прошедшие выходные стали настоящим праздником для всех любителей истории. Под Ульяновском прошел фестиваль «Волжский путь». Мастер-классы, ярмарка, массовые бои и схватки один на один. В эпоху средневековья окунулся и наш корреспондент. 7 июля тысячи жителей Ульяновской области отправились в окрестность села Иванов в Костромайнского района, где в комплексе «Булгарская застава» прошел седьмой фестиваль живой истории «Волжский путь». На этом месте он проходит уже второй раз. Довольны мы гости и сами реконструкторы. А главное, второй год подряд фестиваль везет с погодой. Погода сейчас идеальная. И не жарко, дождя нет. Для наших воинов это самое то, когда облачно, можно долго биться. И все пункты программы идут строго по времени. Программа оказалась весьма насыщена. Этой массовой сражения и боей дружины в схватке один на один наибольшее число зрителей привлекли конные соревнования. Хотя в них участвовало всего четыре человека, но затем, как они рубят капусты и яблоки, метаются с улицы и поднимают платки копьями земли, толпа следила с упоением. Не менее интересной для зрителей была и мирная часть фестиваля. Это ярмарка и конкурс исторического костюма, на который традиционно собираются десятки зрителей, желающих побольше узнать о средневековых нарядах. И, конечно, мастер-классы. В этом году атмосферность им добавила то, что часть мастер-классов проводилась непосредственно в историческом лагере. Так что гости фестиваля могли сначала научиться ткать, делать стеклянные бусы и даже готовить колбасу по средневековым рецептам, а потом, сделав буквально пару шагов в сторону, попасть в лагерь одного из клубов, где готовился обед для тех, кто сейчас бился на ресталище. Все исторично. Капуста, огурчик, масло. Оливковое. Заморское, дорогое. Сами для праздничного дня припросенные. Волжский путь вполне заслуженно называют крупнейшим событием по Волжье, посвященным раннему и средневековью. Об этом говорит хотя бы география его участников, которые съезжаются с самых разных регионов. Кроме ульяновских клубов, свои лагеря под стенами болгарской заставы в этом году разбили любители истории из Чебоксар, Саранска, Саратова, Пензы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга и других городов. Перевоплощались они в представителей славянских племен, викингов, жителей Западной Европы, Алан и, конечно, наших земляков, Волжский Булгар. При признании участников посещение Волжского пути для них стало уже доброй традицией. Да, это, наверное, один из самых лучших фестивалей по Волжье, который проводится. Мы в Подказани делаем небольшой фестиваль, но он как бы такой между собой. А это в плане открытости, такой душевности, как мы говорим, такой ламповый фестиваль именно для конструкторов, в том числе, который прям приятно каждый раз, очень радует сердце. Музыкальная составляющая тоже была вполне историчной. Участники тульской группы «Лаверден» не только играли старинные мелодии, но и спевали рассказать о них. Хотя в шутку исполнили они и кавер на рок-хиты, и даже «Калинку-малинку». Всего же погрузиться в атмосферу раннего Средневековья в этом году приехали более 4,5 тысяч человек. Это показывает, что наша древняя история интересна уленовцам, а фестиваль «Волжский путь» нужен людям. Игорь Улидин, Новости Управда ТВ. В минувшие выходные на территории областного дендропарка губернатор Сергей Морозов собрал членов правительства и глав сельских поселений, чтобы подвести итоги работы третьего форума социальных инноваций регионов. Формат проведения совещания получил название «Социальный пикник» и пришелся по душе чиновникам. В Ульяновском дендропарке прошло выездное совещание в новом формате, получившее название «Социальный пикник». Глава региона в приветственной речи отметил, что в эпоху технологической революции и неослабевающего санкционного давления со стороны иностранных партнеров нет времени на раскачку. Необходимо семимильными шагами двигаться вперед. Поэтому мы должны с вами сейчас таким же образом двигаться вперед. Значительно быстрее, чем живут люди, которые ждут от нас комфортных взаимоотношений. Ждут от нас с вами умение их слушать, умение их слышать и умение очень быстро решать вопросы, с которыми люди обращаются. И, конечно, ждут от нас умение сотрудничать. На мероприятие были приглашены члены правительства и главы районов. За круглыми столами чиновники подвели итоги работы третьего форума социальных инноваций регионов. Он набирает с каждым годом обороты и говорит на самом деле о том, что мы должны понимать под инновацией в социальной сфере. Это все то, что приводит к улучшению для конечного потребителя, для любого человека, в любой услуге, которая представляет социальная сфера. И здесь появляются новые форматы, здесь появляются новые поставщики этой услуги, здесь появляется даже вообще новая услуга, которая не была затребована. И нам нужно реагировать на запрос. Вот сегодня перестройка социальной сферы как живое реагирование на запрос от населения – это задача номер один. На сегодняшний день разрабатываются новые формы работы. Востребована услуга социальной няни, которая может работать не только с детьми разных возрастов, но и с людьми старшего поколения. Большие перспективы у сельских центров реабилитации для инвалидов, а еще немаловажные направления – это серебряное волонтерство и отдых для всех категорий граждан. Мы еще показывали различные формы оздоровления детей. И был реализован тот проект, который мы впервые озвучили в программе «Сколково». Это организация отдыха граждан Ульяновской области. Обычно принято говорить об организации оздоровления отдыха детей. Мы на сегодняшний день взяли на себя курс организации всех граждан на территории наших оздоровительных лагерей. Сегодня областным чиновникам нужно четко и слаженно работать в одной команде ради главной цели – благополучия жителей Ульяновской области и поднятия так называемого регионального индекса счастья. Вот эта вот осознанность в том смысле, что я понимаю, от чего мое счастье зависит, я знаю, что мое счастье зависит от меня. Я не жду подарков от президента, губернатора, мэра и так далее, но чувствую от них поддержку. И тогда, если у меня есть вот эта вот цель, что и есть на самом деле один из важнейших элементов счастья, я понимаю, что люди, с которыми я живу, мне в этом помогут, ну тогда счастье будет. Подобное выездное совещание на открытом воздухе станет не разовой практикой. Как показали итоги работы за день, социальный пикник – это интересный и перспективный формат работы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правда. ТВ. В Ульяновске начали принимать документы по программе «Агростартап». Она ориентирована на помощь крестьянским фермерским хозяйствам. Максимальная величина гранта – 4 миллиона рублей, из которых 3 миллиона выделяется на развитие фермерского хозяйства. И 1 миллион идет в неделимый фонд кооператива. Средства гранта можно направить на приобретение участков земель сельхозназначения, разработку проектной документации, строительство и ремонт производственных и складских помещений, приобретение животных, птиц и сельхозтехники. Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией с учетом предоставленного плана расходов на развитие хозяйства и собственных средств грантополучателя. Получить дополнительную информацию можно в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по адресу улица Радищева, дом 5, телефон 44-06-49. В Ульяновской области продолжается работа над реализацией нацпроекта «Демография». С 8 июля в регионе стартует очередная тематическая неделя, посвященная укреплению здоровья работников предприятий. С 2016 года в регионе заработал проект «Здоровое предприятие». Сегодня в него влечены 474 производства региона. Наша съемочная группа отправилась посмотреть, как действует проект на примере СПК в Кузоватовском районе. 98% населения села Черикова Кузоватовского района трудоустроены. Мужчина и женщина работают в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Свияга». Его организовали еще в 1964 году. На 90-х сельхозпредприятие считалось колхозом. После получило статус СПК. «В основном здесь идут династии. В основном все родители работали, остаются дети работают. Сам руководитель хозяйства здесь вырос, родился и продолжает. Также все абсолютно, в основном 100% остаются здесь в селе». Сегодня в штате 130 человек. Во владении сельскохозяйственного производственного кооператива 100 гектаров земли – современный парк сельхозтехники. Помимо зерна здесь занимается животноводством. В нескольких километрах от мастерских и парка находится коровник. Площадка рассчитана на 1100 голов крупнорогатых животных. «Вся структура наша держится на людях. И здоровье человека – это в первую очередь, я думаю. Будет здоровый механизатор, будет работа, будет производство и все остальное. Так что мы подумали, посоветовались. В наше время надо выявить болезнь у человека на начальной стадии». Выявить и предотвратить болезнь на ранних стадиях в этом году удалось у пяти сотрудников кооператива. Помогла в этом программа «Здоровое предприятие», которое с ПК «Свияга» подключилось несколько месяцев назад. Проект помогает сформировать на производстве специальный паспорт, где прописаны условия труда и меры профилактики. После вступления в программу 60 работников кооператива с более вредной профессией – это газоэлектросварщики, мельники, а также специалисты цехом механизаторов, где занимаются опрыскиванием пассивов, прошли медосмотр в Ульяновском центре медицинской профилактики и формировании здорового образа жизни. Ежегодно руководство кооператива также выделяет 10 тысяч рублей на диспенсеризацию сотрудников. «Также оказываем помощь тем, кто болеет. Есть больные у нас на лечение. Оказывали в этом году троим механизаторам материальную помощь в размере 10 тысяч рублей». Особое внимание на производство уделяется питанию. «Обеды у нас, конечно, каждый день горячие, свежие все. Мясо у нас в основном говядина. Говядина, щи, борщ мы варим, рассольники варим, как тевтели, котлеты, салаты делаем, компот, чай. Меню разнообразное, меню разнообразное». Сотрудников кормят по часам. Первый прием пищи в 11.30 утра, второй в 5 вечера. В столовую работников централизованно привозят на машине. А для тех, кто работает непосредственно в полях, система другая. Рабочий день может достигать до 10 часов. Но, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Работникам СПК, кто трудится в полях, не приходится, чтобы подкрепиться, возвращаться обратно в столовую. Еду привозят прямо на рабочее место. Проект «Здоровое предприятие» стартовал в Ульяновской области в 2016 году. Сегодня по его принципу, помимо СПК «Свияга», работают свыше 473 предприятий региона. Рината Леулова, Юрий Конихин, Новость Улправда ТВ из Кузоватовского района. В Ульяновске отметили День территориальных общественных самоуправлений. С каждым годом движение ТОС ширится и принимает в свои ряды новых участников. А это значит, что все больше становится неравнодушных и ответственных граждан, которые всей душой болеют за родной город. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 300 ТОС. Наиболее широко праздник отметили в ТОС «Мостовая Слобода». Первым делом местные жители провели субботник в Народном парке «Мостовой». А дальше отметили традиционный День соседа. В Барышей ведется полномасштабная реконструкция школы номер 2. Здание почти полностью перестроено, к новому учебному году заменит мебель и оборудование. До завершения работы считанные шаги, однако совершенно неожиданно для всех, работы затормозил подрядчик. На место выехал председатель правительства Александр Смекалин. Также он посетил достраивающийся детский сад. Оба учреждения образования должны стать одними из лучших в регионе. Около 100 миллионов рублей вложено в реконструкцию школы номер 2 города Барыш. Денежные расчеты производятся регулярно, однако подрядчик продолжать работы отказывается. Сегодня строительная компания требует предоплаты за окончание работ. У нас задача какая? Что 1 сентября дети посетят? 1 сентября, я же к тому и говорю, что у нас осталось 2 месяца. Снаружи-то это все красиво. Снутри, вы знаете, Александр Александрович, тоже красиво. Остались маленькие недоделки. Фактически, если строитель стоит, они говорят о том, что в принципе работа на 1 месяц. Ну и подрядчик у нас. Два дня назад он заявил, что он приостанавливает. Ввиду сложности работ губернаторы правительства уже увеличивали бюджет реконструкции школы. Последний срок, который был обозначен при очередном вливании средств в стройку – 1 июня. Однако, по словам общественников, руководитель строительной организации намеренно затягивал сроки. С января на объекте всегда работало 20 человек. Ну, где-то 22, где-то 12. Мы каждую неделю его просили, чтобы увеличил количество работников на школе. Потому что мы прекрасно знаем, что таким количеством работникам такую школу не поднять и к 1 сентября не пустить. Найти нового подрядчика нетрудно. Трудно в условиях ограниченного времени составить новую смету по оставшимся работам, провести торги. Однако платить за уже оплаченное никто не намерен. Как и давать плату за несделанные еще работы. Как и давать за кем-то дело неблагодарное. Вы начальнику передайте, что если в понедельник на работу не выйдет, тогда будем на самом деле разрываться. У нас пока время есть. Но разрываться не только со всеми вытекающими последствиями по поводу этого объекта, но и со всеми вытекающими последствиями в перспективу. Ну, потому что я не знаю, зачем работать тогда с людьми, которые заходят, берут объем и сами же не могут с этим справиться. Попасть в черный список означает забыть о крупных объектах и больших оборотных средствах. Совершенно иная ситуация ожидала нас на стройплощадке детского сада, где был заменен подрядчик. Теперь все этапы работ проходят точно оговоренные сроки. Свою работу детский сад начнет 8 марта. Благодаря совместным усилиям, прежде всего администрации муниципального образования, министерства, правительства, законодательного собрания, потому что этот объект на контроле абсолютно у всех людей, отвечающих за реализацию программ по дошкольному образованию и национального проекта. Поэтому сейчас очень активно пошли работы. В настоящее время детский сад продолжает строиться по федеральной программе, которая идет в рамках национального проекта демографии. Детский сад «Ладошки» рассчитан на 280 мест. Работать в нем будут 75 человек персонала. Кстати, 100 мест созданы для детей возрастом менее трех лет. У нас будут дети от года. Это первый детский сад, который принимает таких малышек. Мы очень ждем окончания строительства. Набирается штат в количестве 75 человек. Более 40 человек – это педагогические работники, остальные – обслуживающие технический персонал. С 2008 года в Ульяновской области открыто 15 новых детских садов. Более 50 зданий возвращено в действующую сеть дошкольного образования. В каждом из них открыты группы для детей до трех лет. Начав эту работу раньше других регионов России, Ульяновская область добилась того, что наш регион включен в федеральную программу, по которой запланировано строительство двух детских садов в Ульяновске и детского сада в селе Сосновка Корсунского района. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда. ТВ. Проблемы с водой села Шиловка решаются. Создается новый водозабор, ремонтируется старая сеть водоснабжения. В процесс вовлечены политические партии, правительство региона и общественность. Объединение, направленное на созидание, независимо от политических взглядов, несет комфорт жителям. Подробнее расскажет Павел Половов. В селе Шиловка Сенгелеевского района долгое время плохо работала система водоснабжения. Причина – разрегулированные нерабочие задвижки в колодцах и недостаточная мощность водозабора. С предложением решить проблемы поселка выступила региональная фракция ЛДПР. При принятии бюджета на 2019 год фракция ЛДПР внесла свои предложения, по итогам которых было подписано соглашение с правительством Ульяновской области. Одним из пунктов данного соглашения было решение по водоснабжению села Шиловск Сенгелеевского района. Мы видим на календаре, прошло первое полугодие, самое время посмотреть, что сделано. Водный дефицит в Шиловке частично снят. Сегодня ведутся работы, чтобы он никогда в будущем не возник. Работу проектировщиков и исполнителей контролирует председатель правительства Александр Смекалин. Вместе с Дмитрием Грачевым они побывали в населенном пункте и осмотрели ремонт. Кстати, Шиловкой работа не ограничится. Эти мероприятия мы реализуем в рамках той программы, которую запускаем поручению губернатора на ближайшие три года по изменению всей системы водооснабжения на территории всего региона. Сейчас данная программа разработана министерством, она в ближайшее время будет представлена на рассмотрение губернатора, депутатского корпуса. За три года мы должны заменить все аварийные, так скажем, и неэффективные системы подачи воды, насосной станции, башни Рожновского. Своего рода обкатка будущей программы идет в Шиловке. Сегодня вода абсолютно во всех кранах и колонках уже есть ночью. Через месяц, как обещают специалисты, вода перестанет быть дефицитом и круглосуточно будет литься из крана в нужных объемах. В настоящее время в село Шиловка ведется работа по замене запорной арматуры, по замене распределяющих колодцев. В настоящее время по поручению председателя правительства Александра Александровича Смекалина ведется работа по проектированию подключения нового источника водоснабжения, родника Студеный. В настоящее время заведено оборудование для подключения этого родника. Контроль за выполнением работ ЛДПР и правительство региона продолжат. Когда во главе угла не политические баталии, а благо людей всегда есть плоды. Принцип совместного решения проблем, независимо от политвзглядов, сегодня, пожалуй, самый действенный способ помочь своим избирателям зажить лучше. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улл, Правды ТВ. Медаль не за спортивные достижения, а за успешный брак. В честь Дня Семьи, Любви и Верности в Ульяновске наградили семейные пары, которые пребывают в браке уже больше 25 лет. Награды семьям вручили на площадке возле памятника Петру и Февронии. Чита Муртаковых – образец семейной любви. Супружеская пара вместе уже почти 48 лет. Они вырастили троих детей и сейчас принимают участие в воспитании троих внуков. Первый раз встретились еще будучи подростками и сразу поняли, что не смогут прожить друг без друга ни дня. Главное, чтобы вот этот лад в семье был, мир был, согласие. И самое главное – это везде, и во всем это любовь. Любовь все побеждает. Главное – в партнере врага не видеть. Партнеры, а не враги. Семье Богатских в браке 25 лет. Владимир и Марина – родители пятерых детей. По их словам, брак уверенно стоит на двух столпах – любви и терпении. Любовь необходима, чтобы создать семью, а терпение, чтобы преодолевать все трудности. Семья у нас спортивная. Спортсмен-любитель. Спортсмен-любитель, скажем так, да. Родители мужа, они занимались байдарочным спортом. Часто ходили по рекам России на байдарках. Ну и мы тоже познакомились на этой же почве. Первый раз мы подали заявление и поплыли через Волжский залив, Старый Майнский. Это был наш совместный первый поход. Девять семей, включая Муртаковых и Богатских, в День семьи, любви и верности получили медали. Чествование супружеских пар, проживших браки больше четверти века, по традиции прошло на площади у памятника святым Петру Февронии возле Ульяновского государственного университета. Праздник начался с молебном. Приехали на праздник представители региональной власти. Семья – это малая церковь. Семья – это, безусловно, основа нашего государства. И чем крепче и богаче, внутренне богаче будут наши семьи, тем сильнее будет наша матушка Россия. И от всей души, дорогие друзья, поздравляю всех с сегодняшним праздником. Хотел бы, чтобы этот праздник действительно пронизал каждого человека России. В этот день также приветствовали будущих первоклассников, участников программы «Помоги собраться в школу». Ребятам к новому учебному году вручили памятные подарки и рюкзаки. День семьи, любви и верности отметили не только в областном центре. Череда праздничных мероприятий прошла в районах, учреждениях и отдельных дворах. Например, активисты ТОС «Мостовая слабота» приготовили для своих жителей уличный пикник и конкурсную программу. Взрослые дети вспоминали пословицы, читали стихи, пели, танцевали, выбирали лучшую семью кулинаров и проверяли, кто из них сильнее. Рината Алиолова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Завтра в регионе ожидается теплая погода, возможен дождь. Температура днем составит 24 градусов тепла, ветер юго-западный до 13 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok